как мы начали жить в америке это время нету то работа все устаканилось и в общем то есть время заниматься спортом и спа и сауна этим мы и занимаемся почему бы нам спортивно не питаться я сегодня купил вот такой протеин он просто мега кислый его невозможно пить мы хотим его попробовать сделать с ним коктейль из джин это очень ну я его не могу рекомендовать кто-то должен съесть конференция наконец-то закончилась всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life распаковываем смотрим и идем пить чай кофе в общем наша семья достаточно активная мы занимаемся спортом любим активно отдыхать там велосипеды и прочие дела и ходим в школу на стадион играем в теннис на кортах и я вот я и и и и вот и и и и Он не отмегал вокус. Аккуратно. Почему ты на этой штановой мере, на этой штановой. На этой штановой. Аккуратно, Сашенька. Аккуратно, Сашенька. Ты красавчик, да? Осторожно, осторожно, не задавайся, аккуратно. Давай, Катарин. Сережа, аккуратно. А с прошлого года мы как-то начали очень активно ходить в тренажерный зал. Причем тренажер. Как мы начали жить в Америке, я даже где-то купил через полгода домой. Это был тренажер куплен по первой кредитной карте. Потому что получив ее, ее надо было как-то задействовать, чтобы она доработала. Но это система построения кредитной истории. Не суть в этом. Ну и конечно он стоял и все эти занятия начинались то с понедельника, то с нового месяца. Начну, начну. Заброшу. То время нету, то работа. Я работал на мувинге. Часто времени не хватало. А когда появлялся выходной, то в общем-то и уставший был туда-сюда. А сейчас, когда я работаю на Убере, у нас все устаканилось. У нас есть определенный режим. И в общем-то есть время заниматься спортом. И вот с прошлого года мы начали усиленно ходить в LA Fitness. У нас есть абонемент. Там есть и кардио, и силовые тренажеры. И можно играть в теннис, и можно в бассейн ходить. В общем и там и спа, и сауна. Все дела. Ну вот. Ну и собственно этим мы и занимаемся. Вот. Ну и я подумал, уж коль мы такие спортсмены, то почему бы нам спортивно не питаться. Вот. И как-то в прошлом году, когда в Костке был сейлик, я купил протеин. Вот такой. Вот. И он закончился. Я его так пил тоже от разу к разу. Но сейчас мы начали более системно заниматься. Я решил, почему бы не подпитать свой организм протеином. Вот. И захожу в Костку. Он продается. Да. Но на него пока нету сейла. И переплачивать 20 долларов нету необходимости. можно купить другой, благо есть возможность. Вот. А тот, когда появится на сейлике, мы купим тот, потому что они немножко разные. Тот протеин, он не быстрый, а этот протеин быстрый, если говорить таким простым языком. Ну вот. Вот. Я сегодня купил вот такой протеин. Эта баночка стоила, по-моему, 39,99. Так. Вот. Солнце по-всякому отсвечивает. Трудно будет показать. Ну, вы можете посмотреть это все во Влоде из Костки. Так. Значит, тут у него вес 4LB.19. Чуть-чуть больше 4LB. Он шоколадный. Но, я думаю, самое интересное у него вот это вот. Кто интересуется протеином, вот его Nutrition Fact. Вот его ингредиенты. В принципе, это все можно посмотреть на любом спортивном сайте, где рассказывают про протеины, где пишут про протеины. Такой информации в интернете очень много. Ну, в общем, я вот купил такую банку вот такого протеина, который называется изолит. Изолят, скажем так по-русски. Не будем привлекать. Вот. Так что будем заниматься спортом и подпитывать свой организм. Что интересно, что в Костка этот протеин стоит дешевле, чем на сайте той же Костка. Какой-то парадокс. В принципе, обычно у них цена, что на сайте, что в магазине одинаковая. А порой даже на сайте бывает дешевле. Ну, в общем, как-то с протеином получилось вот так. Поэтому всегда надо сравнивать. Разница десятка. В принципе, при 40 долларов, 10 долларов это четвертая часть. Так. А еще сегодня в Костке я купил вот такой вот лимонный лимонад. Вот что он из себя представляет. Это две баночки. Они там стоили что-то, по-моему, порядка пяти с хвостиком. Вот. В общем, тут чуть больше галлона. Получается 2,84 литра в одной. Это органик продукт. Содержание сока в нем вот написано 18%. Ну, вот вы можете посмотреть его Nutrition Fact. Этот сок в нашей семье любит в основном, я бы сказал, даже не больше всех, а в основном так. Вот ингредиенты я сейчас сконцентрируюсь. Так. Ну, собственно, вот все, что есть на этом соке. Всякие этикеточки, значочки вы увидели. Значит, больше всего любит его Катаринка. Он ужасно кислый. Он просто мега кислый. Его невозможно пить в теплом состоянии. Его лучше всего пить очень холодным. Желательно развести, потому что, ну, кислятина редкая. А вообще очень вкусно, когда он холодный, в него еще накидать льда. И это, в общем, очень такая освежающая, хорошая... Хороший коктейль, я бы сказал. Освежающая жидкость. Чуть не получилось. В общем, такой коктейль из него получается. Освежающий, хороший. Вот. А мы хотим его попробовать сделать с ним коктейль из джина. Потому что мы будем... Мы купили джин, мы купили тоник, мы купили лимон. И я обычно делаю классический коктейль джин, тоник, лимон. Вот. Ну, хотим попробовать еще вот из этим... Замутить с этим лимонадом. Может быть, тоже будет вкусно. Как-то так. Так, конференция наконец-то закончилась. И мой главный ассистент по распаковке сейчас поможет сделать распаковку. Я вам что-то показал, что мог. А тут надо уже ложкой ковырять. У нас какие-то новые баночки. Ножом резать. Да, у нас новые баночки. Кто смотрел закупки в многих магазинах, такой влог у нас был. Сборный. То вот это оттуда. Ну что, приступим. Так, значит, сейчас цинамоновые роллы. Стоят они 7,99 пополам. Мы их купили в Smart & Final. Вилка, ты руками бери, не стесняйся. Это что, в гостях что ли? Где я вот ножичком его могу... Давай. В общем, это очень вкусно. Да. И это Маришкина любимая. Но она любит, когда более залитые булки такие. Мы их покажем как-нибудь. Я должен попробовать. Сделай не четвертинку. Да, ешь. В общем, здесь очень-очень много корицы. Залитая это, ну, вот таким вот... Как это сказать? Наверное, как сироп сделать? Помадкой. Помадкой? Ну, это не круазуль, допустим. Я хочу сказать про эту корицу и показать. Можно показать, где ты едешь? Да. Она немножко не такая корица. Вот как для меня корица, это булочка за 8 копеек, посыпанная сахарной пудрой. Вот. Эта корица немножко не такая. Эта корица немножко такая, я бы сказал, ядреная. Ну, не знаю. Мне кажется, они вкусные. Нет, они очень вкусные, но я просто, чтобы провести какие-то параллели с прошлой жизнью, с прошлым веком, то есть вот я могу сказать, что вот эта корица не такая. Но она, она очень вкусная. А ты не ешь. У тебя сейчас будет картошка фри. Да. И у меня тоже. Ну, у меня можно. Следующий аттракцион это Ругала. Цинамона Ругала, короче, какое-то. Оно тоже стоит 7,49 пополам. Ну, в общем. Не знаю, как перевести слово Ругала. Кого оно там наругало? Ну, рулетики вот такие вот. Подождите, тебе не кажется, что там яблочная какая-то еще кроме цинамона? Вот они заклеили этой наклейкой. Вот тут Apple написано. Apple, да. Apple, да. Потому что я вижу, что начиночка есть. Ну, давай посмотрим. Ну, вот. А четвертинку, а то я буду очень долго жевать. Я же должен продегустировать. Половинку четвертинки. А тогда где цинамон? Ну, он есть. В общем, ситуация следующая. Если ты не видишь цинамона, это не значит, что его нет. Да, но там яблоко пропитано, наверное, корицей, понимаешь? Видимо пропитано, потому что вкус есть, а вида нет. Нет, но они выглядят хорошо. Они очень красивые. Они очень вкусные. Но, как в цинамоновых роллах, корица не видна. Ну, и сейчас приступаем к нашим десертам, которые совсем-совсем десерты. В трубу десертов есть вот такой специальный, специальный ложка, специальный спун. Нескут называется. Приехал из Беларуси. Подожди, я же не покажу ничего. Ты пока открывай. Значит, это вот такой вот десерт. Карамель с морской солью. Ну, это крутят, короче, наверное. Мы еще такой не ели. Зай, мы ели с карамелью. А, блин, извините, перепутался. Это мы не ехали, не кушали вон тот. А этот мы, да, уже откушивали. Так, ну, хорошо, давайте посмотрим тогда, что в нем есть. Я просто перепутался, видишь? Чувачок волнуется. Короче, 280 калорий в стакане – это просто убийственно. Чувственно красный, если в день можно съедать. Стакан съел с утра и свободен. Почему стакан? Так, и вот ингредиенты. Так сказать, крупным планом. Ну, в общем, все, что на бумажке – это неинтересно. Давайте лучше смотреть вот сюда. Значит, он в таких вот стаканчиках стекляничек. Он шикарно пахнет. Мы их сначала отложили сколько раз? Раз отложили шесть, два отложили. А потом мы их практически все сдали, оставили пару. Несколько раз отложили и поняли, что мы столько стаканов не отложим. Ну, давай поковыряем. Давай ты ковыряй, а я буду. Там вот внизу. Еще какая-то карамелька. Да, карамелька, вот эта вот карамелька. Доставай ложку. В общем, вот такой вот он вкусный. Он получается как трехслойный – карамель, потом какой-то пудинг, мудинг и шоколад. Там, хороший мальчик. Ммм. Это… Ну, вот… Вы, конечно, извините, что мы так вот… Ну, не то, что мы похвастаться хотим, но мы хотим, чтобы все это попробовали. Потому что, на самом деле, это очень вкусно. Это очень нежно. И это просто… Просто вот ешь, и чтоб кофейком запить и… Угу. И класс. Ну, давайте, что-то новый сегодня десерт был, поэтому мы его купили попробовать. Так, о, в нем восемь стаканов. В нем модные стаканчики. У нас таких еще нету. Угу. Оп. Тут ничего, только штрих-коды. Так, давайте смотреть, что у него. Блин, 90 калорий всего. Надо есть. А в том 280. Прикинь, таких можно три стакана съесть, поэтому их и восемь. А, фиг вам! 230 калорий, это я не туда посмотрел. Так что, блин… Но все равно 230 меньше, чем 230. Не разгуляешься. Так, и что тут по ингредиентам у нас? Вот еще сейчас уберу, чтоб не отсвечивать. Ну, вот так вот. Никаких специфических знаков нет. С виду очень похоже на ванильную свечку, которая продается во многих магазинах. Она вот так и выглядит. Очень часто хотел сказать, ну, очень много свечей в Америке, которые продаются вот в таких стеклянных баночках, они ароматизированные. Блин… Переключаемся. В общем, выглядит вообще помпезно-помпезно. Фольдированная крышечка. Ну, сто пудов свечка, вот вставить в фитилек, чем пахнет? Ванилькой пахнет? Немножко. Значит… Значит, давай просто сними несколько. Оно более такое упругое, чем… Консистенции. И я должен есть или ты попробуешь? Ну, давай ты… Оно разное, подожди, сверху одно, там другое. А… Ммм… Вкусно? Зай, там жидкость внутри какая-то? Пока не могу сказать. То, что ты мне дала съесть, это было похоже на вареное яйцо сладкого вкуса. Там вот какая-то жидкость внутри. Ну, давай попробуем. Так это карамель тоже, наверное… Дай мне с жидкостью. Может, это карамель растаяла. Я думаю… Что это? Ну, как оно? Ну, так себе, да? Ну, в общем, мне то больше понравилось. Надо будет детям предложить, пока они не знают. А что на низу покажи? Давай я попробую снизу еще. Да я тебе дала вот уже… Нет, ты мне дай коричневую. А, это оно и есть. Ну, что? Нет. Оно… По внешнему виду оно похоже… Ну, на желток похоже какой-то вот вареный. Или такое вот, знаете, вот когда яйцо не дожаришь. Оно такое вот… Ну, знаешь, что-то я пробовать не хочу. Нет, ты попробуй. Дай мне его. Ну да, я еще вот съем без жидкости. Вот. Ну, как… Акеру промахнулся. Я не думаю, что оно мне понравится больше, чем предыдущий продукт. Сто пудов я его второй раз не куплю. Конечно, каждый может попробовать, но я его не могу рекомендовать. Если первый продукт я буду очень рекомендовать… А можно я сделаю, как Саша, когда ему что-то не нравится? Он идет и делает банно так. Я это не хочу. Блин, 8 банок. Кто-то должен съесть. Ну, вот такая вот веселая была распаковка. В общем, видите, не все… Пошли соседи угости. Скажем, у нас праздник был с всей души, да? В общем, видите, все надо пробовать и… Да. И хорошо, когда кто-то попробовал и сказал, что вот это вот… Что бы еще все сказать? Короче, мы когда остудим, попробуем, я вам расскажу. Но в теплом виде… Это шрак религи. Голимофон какой-то. Вот. Поэтому берите лучше предыдущий. Ну все, вы были на канале «Наша жизнь в Америке». Это было сладко, но это было так себе. Увидимся на следующий распаковке. Бэй-бэй. Бэй-бэй. Увидимся. Увидимся. Продолжение следует...